Поправки Денег всегда не хватает Бюджетом развития назвать тот бюджет, который мы сегодня приняли Было бы очень оптимистично Конечно, это бюджет во многом консервативный Это бюджет, который прежде всего нацелен на сохранение социально-экономической стабильности в нашем регионе Основная задача сохранить те социальные программы, которые существуют в нашей области То есть ни в коем случае не ущемить ни образование, ни медицину, ни малоимущих граждан Вот здесь с этой социальной направленностью наш бюджет справляется То есть нигде падений нет То есть денег на социальные нужды ничуть не меньше тратится в этом году, чем в предыдущем И на будущий год то, что хорошо сохраняются эти объемы По поводу развития здесь, конечно, остается желать лучшего То есть я уже сказал выше, что денег не хватает И хроническое безденежье, которое испытывает не только бюджет Новосибирской области, но в целом вся страна Любая семья, любой крупный завод, областные, городские бюджеты Мы, конечно, живем в идиотской, абсурдной ситуации Когда гигантская, огромная территория от Камчатки до Калининграда Когда у нас вся таблица Менделеева, когда свыше 40% всех разведанных минеральных ресурсов Полезных ископаемых мировых находится на территории нашей страны А мы вечно влачим вот это вот какое-то унизительное состояние хронического безденежья Вот чтобы этот вопрос решить, конечно, нам нужны радикальные изменения Прежде всего в национальной, финансовой и экономической политике Потому что недофинансирование всех отраслей экономики, всех сфер Региональных, муниципальных, общенациональных Конечно, они ощущаются всеми очень и очень остро И здесь мы, конечно, надеемся, что рано или поздно руководство нашей страны Прежде всего финансово-экономический блок правительства Очнется и поймет, что бюджеты и Новосибирской области, и остальных регионов Это тришкин кафтан, то есть постоянно денег не хватает ни на что То есть потянул этот кафтан на грудь, ноги мерзнут Закрыл ноги, грудь мерзнет Ну что это такое? Недопустимо, негодяи, конечно Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшие год-два Все же наше центральное и федеральное правительство Примет совсем другой пакет мер финансовой политики Когда мы все-таки выйдем на уровень Прежде всего денежного национального суверенитета То есть не может такая великая, богатая страна Постоянно влачить такое полунищенское состояние Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что правительство очень квалифицировано Целенаправленно Проработало все поправки, которые мы предложили депутаты Но более того, когда мы в первом чтении уже рассматривали вопрос Там многие вопросы были учтены Ну, например, меня как председателя федерации прослуживания Интересовали вопросы оплаты труда бюджетников Эти вопросы были и по майским указам президентам Были прописаны и профинансированы И по индексации заработной плате Те, кто не охвачен майскими указами И еще один вопрос мы ставили Чтобы минимальный размер зарплаты Поднять в 2018 году Значит, чуть-чуть поднять С уровня 9030 рублей До уровня 1076 рублей Тоже это профинансировано Поэтому мне легче было Поправки те, которые были Были бы с моей стороны Они уже были учтены в первом чтении правительством Поэтому были поправки только те Которые я, в общем-то, целенаправленно Уже несколько лет ставлю Потому что я считал и считаю Что одна из главных социальных задач Это обеспечить жителей Новосибирской области Чистой питьевой водой Потому что у нас сегодня 330 тысяч жителей России Каждый год умирают, собственно говоря По данным ООН А по данным нашей российской статистики Умирает от употребления некачественной питьевой воды Питьевой ее даже как-то назвать не очень удобно Больше людей, чем в ДТП и относительных смертей Это официальная статистика наша Поэтому, когда вот я бываю в населенных пунктах Не только я, значит, ну это вопрос номер один С чистой водой надо решать И поэтому я очень рад, что и раньше уже услышали И вот в прошлый раз, когда мы обсуждали бюджет На 2017 год 200 миллионов прибавили К тем, значит, цифрам, которые были закреплены бюджетом И в этом году на 200 миллионов, но я считаю это недостаточно Потому что нужно увеличивать как минимум Финансирование этой программы чистой водой до миллиарда Если мы миллиард в год будем тратить на эту программу Тогда мы за 20 лет сможем обеспечить Всех жителей на Сибирской области чистой питьевой водой Это будет очень здорово Но есть, я лично рад тому, что есть подвижка Понимание и у правительства на Сибирской области И у депутатского корпуса Раньше обзывали, что я популист, что-то еще, что-то миллиард Да очень просто, потому что та программа, которую я хотел Предлагал снять, один миллиард финансирования Она направлена на обеспечение интернетом, электронными услугами И так далее То есть вопросы связи Они тоже важны, но они не жизненно необходимы Они улучшают качество жизни А чистая вода, она же дает жизнь Поэтому как бы разные приоритеты Но тоже сегодня я поправку такую внес И в первом квартале предложат пересмотреть Те бюджетные финансирования, которые появятся На чистую воду И отдельные программы Сделать программу чистая вода Потому что сегодня она, к сожалению Есть под программой чистая вода И есть еще программа безопасности Жилищно-коммунального хозяйства И это все в программе большой Жилищно-коммунального хозяйства Она немножко растворяется Сделать это отдельной программой Как в государстве, кстати, в Российской Федерации На федеральном уровне Чтобы было видно, что вот у нас идет движение Вот идет финансирование и так далее И предложил еще в прошлый раз Губернатор у нас Ну исполняющий обязанности губернатора Андрея Александровича Травникова Чтобы контроль усилить за выполнение этой программы Потому что, к сожалению, в городе Куйбышеве Деньги тратим, тратим Сегодня опять прозвучала цифра, так сказать А воды и нет И многие вопросы, которые мои коллеги Депутаты ставили Они нашли отражение Это и Бугаков, и Козловский И вот И Сметаня Ну, я фамилии могу Значит, не всех назвать, собственно Ну, многие Они нашли отражение Мне нравится, что правительство Идет навстречу депутатам И работает Не просто там Куда ты миллиард Что это И никакого движения Нет Изучают эту проблему Разговор составляем Мы тоже понимаем Не дураки, да Что нельзя сбалансировать бюджет Разбалансировать нельзя бюджет Он должен сбалансированный Поэтому и получилось так Что, ну, я тоже понимаю Ну, миллиард нельзя давать и 200 миллионов 200 миллионов 200 миллионов изыскали Ладно, давайте двигаться дальше То есть по ступенечке, по ступенечке Дальше К реализации вот те проблемы Которые озвучивают депутаты Вот правительство Делает хорошее дело Идет навстречу Находит компромиссы И это как раз Если так уж По большому счету Бюджет компромиссов Это откровенно радует Сегодня нас слышат Хотят слушать Слышат Это откровенно радует Все Я считаю, что это Однозначно Определенный шаг вперед Но Мир вообще далек От совершенства Вот Поэтому, ну Есть вещи В этом бюджете Которые меня не устроили И поэтому Я от голосования Водержался Вот Я не проголосовал Против Потому что я понимал Что бюджет все равно Принимать надо Что это Финансовые документы Без него область жить не может Но меня не устроило Например То, что на ветхоаварийное жилье Всего 300 миллионов рублей Будет направлено Тогда как На информационную политику Более миллиарда Поэтому На мой взгляд Это несправедливо Значит На сегодняшний день В Новосибирске Порядка 50 миллиардов Нужно на решение Новосибирской области Новосибирской На решение вопросов Связанных с ветхим Аварийным жильем Ну Если по 300 миллионов в год Выделять То понятно, что 150 лет Кого-то устроит Вот Я об этом говорил неоднократно Значит Ну вряд ли он Символизирует Оздоровление экономики Скорее Он символизирует То, что Люди Депутаты Ну правительство Все вместе привыкли К нынешним реалиям И бюджет На мой взгляд Однозначно более сбалансированный И более справедливый Чем в прошлые годы Ну Я еще раз скажу Что он далек от совершенства Умерили аппетиты Ну В связи с тем, что Все равно Мы Зависимы От Цен на нефть И так далее Вот Ну бюджет жизнеспособный То есть Поэтому я против не голосовал Но я воздержался В голосовании Бюджет Бюджет Принят во втором чтении Значит он по определению Сбалансирован Это бюджетный процесс В этом году Поправок было На 2 миллиарда 390 миллионов рублей Это поправки Только депутатов На такую сумму Из этой суммы Принято поправок депутатов На 560 миллионов рублей То есть в общем то Пропорция неплохая Я вам скажу что Ну бюджет на принятие поправок Это же такая кухня Достаточно сложная И на сессии все видят Только итог А сам процесс Как это все Но по тому Что Не было ни обсуждения Ни возражений Все поняли Что в принципе Все кто принимал участие Подавал поправки Выходил с предложением Так или иначе Себя где то увидели И нашли Это очень большое дело Значит Поправки основные Это вот Сан Саныч с чистой водой Мы с ним Совместно С большим удовольствием Второй год отработали Потому что Вот это его Напор на миллиард рублей И понятно Что такую сумму Ну мы не в состоянии За раз найти в бюджете Но Это Его позиция Помогает нам Точно так же Бюджетному коммунитету Уже в правительстве Говорить о том Что позиция депутатов Поэтому просто точно Консолидированная Значит Поэтому какую то сумму Не меньше чем в прошлом году Мы должны искать Хотели 300 Но 300 не нашли Возможность На 200 все равно нашли И нашли договоренность Что Когда у нас После первого квартала Или по полугодию Мы будем смотреть Прирост по собственным доходам В 2018 году Мы еще К этому вопросу вернемся То есть То есть Мы Мы хотим еще На чистую воду Потому что Недофинансирование этой программы От паспортного значения То есть От того Плана Как и с какими темпами Чистая вода Должна выполняться В Новосибирской области Оно есть Потребность значительно выше, мы это понимаем. То же самое касается и газификации, то же самое касается... Вот сегодня министр культуры от темы докладал, очень большой молодец, что он честно признался, что вот у нас есть, значит, столько-то плюсов, но и столько-то минусов. Там для того, чтобы отремонтировать все дома культуры этими темпами, надо не меньше 10 лет. Но они тем временем выходят, уже, значит, те, которые раньше, уже потихоньку вершают. Это без стульев, без сцены, без штор. Ну, только ремонт. Так точно. Только ремонт, и в основном это кровли, отопление электричества, вот такого. Так вот, возвращаясь к бюджету, значит, городу мы дали, но мы так объявляем, что это поправки совместные у нас, потому что внутри ЗАГС Собрания Козловский действительно большую работу проделал. 150 миллионов рублей, это там 100 на дворовой территории, 100 на внутриквартальной проезда и 50 на дворовой территории. Но, конечно, решающая здесь сыграла межбюджетная комиссия, которую мы последний раз провели. И в этот раз, кстати, ее представительство было хорошее. Первый раз приехал сам мэр, локоть на комиссии был, отстаивал. Все ГРБСы городские были, мы были. Ну, в общем, она не в пример сейчас проходит тому процессу, как там еще полгода назад, помните, когда... Никто не... Ну, не то, что никто не ходил, а когда мы сошлись, значит, отдавать или не отдавать 10%, и там чуть ли не уже до перехода наличности, а цифры... Про цифры все забыли, а вопрос был, значит, забрали или не забрали, главное слово в этом. Значит, там же было увеличение 50 миллионов, мы увеличили зарплату для службы ветеринарии, поправки были депутатов на большую сумму, там, в том числе, Зазулина на 280 миллионов рублей. Ну, провели аграрный комитет, посмотрели возможности, сошлись на 50 миллионов. Там отлов домашних собак на 20 миллионов рублей, значит, горящий вопрос там был 30 миллионов рублей, это дамба, там, затопление в Арбардинском районе, то есть, тоже там потребность чуть побольше была, 60, но решили пока 30, пусть проектно-сметная, она уже у них, как бы, готовится, пусть они доделают, начинают работать, по полугодию посмотрим, работы будут разворачиваться, значит, вернем. Там, там, большие неденежные корректировки, это по Министерству транспорта, потому что они между первым и вторым, как правило, смотрят, там, где-то экономия по торгам образовывается, где-то актуальность чуть меньше, где-то чуть больше, то есть, они между дорог перебрасывают, но в целом это на основных параметрах не отражается. На утилизацию 30 миллионов рублей, это вот лампочек и вот этих загрязняющих, которые сбрасывают ртутные, там, ртутосодержащие, в основном, то, что там, отравляющие и так далее. Ну, вот так и большое количество поправок депутата сняли в процессе. И комитета, и до комитета были поправки и по тому же Ордынскому району, и по Тагучинскому. Конечно, депутаты идут с наказами. Это, ну, так. Даже, я вам так скажу, что между первым и вторым и у меня есть много поправки, как бы, предложения. Но подходить старались таким образом, что понимаем, что источников на все возможности сейчас нет. И, как бы, ну, пользоваться тем, что, допустим, я зампредседателя бюджетного комитета, или Морозов-председателя, мы не стали вообще подавать свои поправки. Хотя по округам потребности есть, безусловно. Вот, и вот именно, я думаю, такой общий равный подход, он, как бы, на депутатов тоже как-то, ну, сыграл. То есть, те депутаты, которые даже подали, мы говорим, ну, друзья, давайте, вот, самое горячее, то есть, допустим, в целом городу, вот так вот, как бы, для всех, в целом чистая вода. То есть, это для всех. Вот такие, давайте, примем. А частные поправки, там, Иванова, Петрова, Сидорова, давайте пока не будем, посмотрим по доходу. Поэтому я, кстати, и выступал, и губернатор, не знаю, вот, ну, надеюсь, что он услышал. У нас возможности бюджетных, если прирост будет, он частично поглощается увеличением социальных обязательств. И если, не дай бог, еще консессионные, которые повлекут субсидии из областного бюджета, то мы вообще прирост, ну, фактически в ноль сведем. Поэтому у нас та возможность, и мы в рабочем порядке с Министерством финансов об этом говорим, давайте посмотрим новый губернатор, возможно, это новые подходы, давайте посмотрим внутри бюджета, может быть, какие-то есть не такие приоритетные вещи. Ну, я сейчас не хочу никого обижать, да, ну, вот, когда Александр Козлов говорил там про Любанова, там, вот этот интернет, то есть, да, вопрос или вода, или, ну, тут понятно, да, то есть, либо жизнь, либо, как говорится, без воды не жизнь. Вот, поэтому, может быть, где-то еще есть внутри правительства. То есть, условно говоря, экономия там 3-5 процентов по где-то по структуре, а это несколько миллиардов рублей, которые вполне можно было бы направить на какие-то объекты. Поэтому, вот, еще и с такими подходами мы, как бы, закончили вот это рассмотрение второго чтения. По задачам я вам так скажу, то есть, задачи и по культуре не хватило. Ну, вот, Панферов правильно сказал, программа, значит, кровля и окна, да, ну, при эти, я, хоть и Кочаневский, Чулымский, Панферову, значит, не во всех школах окна вставлены. Не хватило, хотя надо. И вот этот, мы, как так называемый депутатский фонд увеличили, было 2 миллиона, 3 миллиона. Что это такое депутатский фонд? Называется депутатский, куда я его трачу? Вот у меня, я могу список вам дать. Я ремонтирую полы в детском садике, перестелаю там линолеумы, значит, окна. Сейчас я поехал, 2 садика у меня, окна деревянные, и дуют, а дети маленькие лежат. Я окна там меняю. Вот, газификация не хватило, значит, дороги, ну, тут, кстати, вот вы хорошо сказали, да, я вспомнил. У нас на сегодняшний день получилось так, что на дороге, особенно сельские дороги, чуть меньше, чем 17-й год. Транспортный комитет, безусловно, заострил эту проблему. И первоначально был посыл депутатов, что вот эти 2 миллиарда 200 миллионов рублей, которые как бы предназначались для 4-го моста, и они изначально в первом чтении бюджета, они были, мы их, то есть было предложение взять миллиард оттуда и добавить на сельские дороги, чтобы хотя бы выйти на уровень 17-го года, ну, и что-то летом сделать, там где-то на селе, межпоселковые, внутрипоселковые, ну, там как в советское время, там даже вот так летом, вот. Но мы нашли промежуточное решение неплохое. Мы не потратили их на вот эти выкуп земельного участка расселения, но мы их пока зарезервировали. И договорились, что мы в феврале месяце, значит, если губернатор в феврале месяце скажет, что денег федеральных в 18-м году не будет, то мы миллиард оттуда достаем и пускаем на сельские дороги. Ну, ГКУ там или как она, создана вот эта структура, которая занимается, там же еще директором является Жарков, так точно. Вот, то есть субсидия-то идет ему, а он выполняет все эти задачи. То есть консессии нет, но предварительная подготовка территории, ну, так называемый выкуп этих земельных участков, мы против этого и встали. То есть первое чтение, эти деньги предназначались, мы их заблокировали сейчас. По крайней мере, они просто сейчас в резервном фонде. Это и то хорошо.